Друзья, привет! Сегодня 26 февраля, суббота, третий день российской попытки, я бы так сказал, российской попытки оккупации Украины. Попытки не особо удачные, но зато много говорящие о том, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с людьми, которые Путин назвал, он хочет устроить деноцификацию Украины, а мы это воспринимаем как попытку геноцида народа Украины, который не хочет быть таким, каким, по мнению Путина, должны быть люди. Мы такими не хотим, и мы будем сопротивляться. Я сейчас нахожусь на окраине Киева. Это небольшой поселок, пригородный, скажем так. Уже третий день жители нашего жилого комплекса сидят в подвалах, в убежищах. Третью ночь, точнее. Постоянно звучит воздушная тревога. Ее, кстати, очень плохо слышно. Постоянно слышны разрывы. Буквально недавно, наверное, где-то полчаса назад, мы видели видео, как российский снаряд попал в жилой дом в Киеве, в жилом комплексе Жуляны. Несколько квартир было разрушено, там сейчас работают спасатели. Людей эвакуировали. Вот там, где я нахожусь, не буду говорить, где это, пригород Киева, западная окраина. Здесь пока, слава богу, ничего не слышно о пострадавших. Периодически слышны разрывы, особенно на северо-западной стороне. Там где-то Гастамель, где-то Ирпень, Буча. Мы все знаем про бои, которые идут на той территории. Что хочу сказать. Я уже успел пережить одну оккупацию. Оккупацию своего родного города Луганска. Тоже слышали воздушную тревогу, тоже слышали разрывы. Прятались в убежище. Тоже оккупанты пытались охотиться на людей, которые придерживаются украинских взглядов. Я не знаю, будет ли это здесь. Я более чем уверен, что украинские войска отобьют всех этих уродов. И уже как-то, знаете, уже как-то не так страшно. Уже привыкли. Привыкли мы к этой войне, честно скажу. И хочу сказать, что мы будем сопротивляться до последнего. Что вам еще рассказать? Людям. Люди молодцы. Люди переписываются в чатиках. Например, жилой комплекс, да, возьмем. Люди организовались в охрану. Мужчины периодически дежурят. Проверяют, не ходят ли какие-то непонятные личности. Смотрят, не оставляют ли наводчики метки. Никаких, в принципе, последствий, какой-то паники я тоже не вижу. Да, понятно, что люди, особенно в первые дни, активно выезжали. Но вот сейчас дорога абсолютно пустая. Уже, ну, во-первых, боятся выезжать. Потому что сейчас, наверное, везде опасно. Во-вторых, ну, да, есть люди, которые не уедут. Есть люди, которые не уедут. И они будут оставаться здесь до последнего. Оберегать своих родных. Защищаться. Защищать себя, защищать свою родину. Защищать свой родной дом. Я не знаю, я не знаю, что в головах у тех, кто устроил эту войну. Честно. Я знаю одно, что закончат они очень плохо. Мы сделаем все, чтобы достать их в их бункере. Я думаю, что будут и международные суды. Я очень надеюсь, что вот те страны западные, ну, скажем честно, да, они достаточно медленно реагируют. Вот что они в будущем изменят свою тактику и сильнее вступятся за Украину. Потому что понятно, что если не дай бог, я в это не верю абсолютно, поэтому нахожусь здесь. Если не дай бог нас захватят, то не поздоровятся всей Восточной Европе как минимум. Да, надо это понимать. Вот смотрите, сейчас прекрасный момент. Никаких обстрелов. Они буквально недавно закончились. Опять-таки люди бегали в убежище. Ну, сколько можно сидеть в убежище? Я, например, эту ночь вообще-то не спускался, просто уже настолько устал. Вел эфиры на Суспильном. Потом пытался пробраться в центр города на работу вчера. У меня не получилось. Почему не получилось? Потому что общественный транспорт уже не ходит. Я дошел пешком до метро. Это достаточно далеко, несколько километров. Метро тоже не работает. Оно сейчас работает как укрытие. Очень много людей террабороны охраняют. Охраняют жилые объекты, смотрят за порядком, проверяют документы. Шел мимо военкомата. Шли люди, несмотря на то, что вроде как нужно ждать повестки. И сейчас нет необходимости полной мобилизации. В отличие от оккупированного Луганска, никто никого не хватает на улице. Но люди сами идут в военкоматы. Потому что, знаете, есть ощущение, что это будет битва не на жизнь, а на смерть. Мы к ней готовы. Все украинцы к ней готовы. И те, кто выехал с востока Украины, те, кого выдавили из родного Луганска, из родного Донецка, готовы тоже. Конечно, нужно заботиться в том числе и вопросами безопасности. В первую очередь вопросами безопасности своих семей, родных. Ну ничего, выстоим. Выстоим. Уже известно о нескольких тысячах убитых русских оккупантов. Это только начало. Всего несколько дней. Я думаю, что их будет больше. И потери российской армии будут такие, что ненадолго запомнят эту войну. Ну что, друзья. Мы победим. А те, кто пытается устроить здесь геноцид украинцам, те проиграют. Счастливо всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.